Вечер добрый. О городских событиях в программе Вести Магнитогорск. В студии Анастасия Ишменева. Сегодня в программе. Назначение новой Минастары министр здравоохранения области официально назвал руководителей двух магнитогорских клиник. Голубые береты возьмутся за воспитание молодежи. В Магнитогорске появится отделение Союза десантников России. Все футболисты в гости к нам. Магнитогорский газон облюбовал новотроицкий клуб. Об этих и других событиях были подробно. Сегодня в Магнитогорск приехал министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев. Цель визита больше формальная. Чиновник представил коллективу онкологического диспансера и психоневрологической больницы руководителей. Назначения неожиданностью не стали. Посты сохранили прежние руководители. Областными онкологический диспансер и психоневрологическая больница стали в начале года. Согласно федеральному закону все специализированные медицинские учреждения должны принадлежать государству. Поэтому область и назначила своих людей. Выбор пал на прежних главных врачей. Мы очень волновались, конечно, потому что не ожидали, что будет таким образом все проходить. Потому что раньше говорили, что просто будет постановление, что назначение. Утверждали на правительстве области после одобрения кандидатур к губернаторам. Сегодня лишь формальность по представлению коллективу. Заодно с министром теперь уже общие вопросы решали. В онкологическом диспансере заморожено строительство радиологического блока. В июне из-за нехватки денег свернули работу. Сейчас ситуация изменилась. Деньги пришли и из областного, и из федерального бюджетов. То, что губернатор, уже войдя в наше положение на сегодняшний день, выделил 10 миллионов рублей на продолжение строительства, и федеральные программы по-прежнему курируют этот объект, то надеемся на возвращение строителей на наш объект. Они уже в течение двух месяцев у нас здесь не появляются. Но мы очень хотим увидеть их, увидеть продолжение строительства. Открытие нового блока при нынешнем финансировании будет не раньше, чем через три года. Но это уже перспектива. В психоневрологическом диспансере тоже есть свой план развития. Построить еще один корпус и работать спокойно. Страсти по руководителю улеглись. Эти руководители не новые, а те, которые работали. Я очень надеюсь на то, что они будут продолжать свою работу успешно, в том числе во взаимодействии с муниципальными учреждениями здравоохранения, во взаимодействии с городским отделом здравоохранения, ну и, естественно, с муниципальными властями. Министр пообещал, помощь онкологическому диспансеру и психоневрологической больнице будет. Минимум зарплата в срок и условия труда. В планах и решение жилищной проблемы медперсонала. Александр Киселев, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Сегодня в России отмечается 76 лет со дня образования воздушно-десантных войск. В Магнитогорске в официальных торжествах приняли участие более 300 крылатых пехотинцев. В неофициальных же практически все, кто когда-нибудь носил голубые береты. Десантное армейское братство одно из самых многочисленных в нашем городе. В Магнитогорске живет больше тысячи представителей крылатой пехоты. 2 августа голубые береты традиционно собираются вместе. Впервые в этом году в Магнитогорск приехали представители Союза десантников России. Иркутскую ячейку этой организации возглавляет наш земляк Павел Чичканов. В Союз десантников России входит очень огромное количество общественных организаций и объединений, которые помогают сплотить ряды всех десантников, всех спецназовцев и других-других остальных силовых подразделений, которые участвовали или как-либо принимали участие в локальных конфликтах, горячих точках. Павел Чичканов сообщил, что в этом году отделение Союза десантников России откроется и в Магнитогорске. В других городах организация себя уже оправдала. Она занимается благотворительностью и военно-патриотическим воспитанием молодежи. А главное, дисциплинирует самих десантников. Также впервые сегодня в авангарде праздничной колонны шел раритетный ГАЗ-49. К этому празднику его готовили почти два года. Автомобиль, построенный в конце 40-х годов прошлого века, доказал свою боеспособность даже во время Афганской войны. Он использовался в воздушно-десантных войск, в разведке, в химической разведке. На нем стояли дужки, фтуры, зенитные установки. На митинг к монументу тыл фронту пришли сотни голубых беретов. Курсанты военно-патриотического клуба, которым доверили возложить венки, в начале от волнения сбились со строевого шага. И десантникам пришлось подбадривать молодую смену. По окончании торжественной части колонна десантников проследовала на левобережное кладбище, почтить память павших в бою сослуживцев. Виталий Березин, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. День десантников в Магнитогорске традиционно доставляет немало хлопот сотрудникам правоохранительных органов. По информации на этот час, обстановка в городе спокойная. Серьезных происшествий с участием крылатой пехоты милиционерами не замечено. Лояльно голубым беретам сегодня относятся и в вытрезвителях. Тем не менее, милиционеры не собираются расслабляться до позднего вечера. Все службы будут работать в усиленном режиме. Наряды все увеличены. Помимо нарядов патрульно-постовой, неведомственной охраны, увеличены и наряды ГАИ. Увеличены, работают конкретнее на своих участках участковые и уполномоченные. Также увеличены наряды в торговых центрах. А вот большинство рынков сегодня просто не открылись. Во избежание конфликтов с десантниками администрации ярмарок порекомендовали торговцам с Востока устроить себе сегодня внеочередной выходной. Сегодня горняки Доломитового карьера достигли отметки самого нижнего горизонта. Сейчас глубина выработки 85 метров ниже уровня моря. Дождливое лето усложняет работу. Обильно пошли грунтовые воды. Все подробности в материале Андрея Подольского. Сергей Горбунов, 15 лет за рычагами экскаватора. Такого обилия воды в карьере не помнит. Разработка ведется ниже уровня русла Урала. А прошедшие дожди добавили хлопот. Кабель не должен быть. Конечно мешает. Сажают воду потихоньку. Насосы двумя насосами качают. Экскаватором роют. Траншеи. Доломит поступает на цементный завод и сторонним потребителям. Он необходим для производства чугуна и стали. Помогает убрать из металла вредные примеси. Этот красивый камушек кальцит. В нем совсем нет магния. Кальцит и вода сегодня главные враги горняков. Годовая потребность комбината почти миллион тонн доломита. В карьере постоянно работают три экскаватора и шесть белазов. Время от времени вызывают четвертый экскаватор. Он роет траншею для отвода воды. Но мешает вода. Сейчас работаем на нижнем горизонте. Насосные установки. Они справляются с водой. Вода чистая. Практически два раза в неделю берут на химию. Чистую воду мы качаем. Насосы поднимают каждый час на гора 500 кубометров воды. Это побочный продукт, говорят горняки. Но в жару даже пьют карьерную воду. Это Лисия гора и поселок горняков тоже назывался Лисием. Вышел с крыльца и уже на работе. Но в 70-х годах прошлого столетия, после серии мощных взрывов, один из валунов пробил крышу. Людей срочно переселили на правый берег. Сейчас в карьере работают несколько десятков человек. Их возят на работу на автобусах. А лисиц в этом районе, говорят горняки, даже прибавилось. Андрей Подольский, Владислав Гусев, Вести Магнитогорск. День строителя в этом году Магнитогорск отметит с особым размахом. Празднования пройдут сразу на трех городских площадках. Две организуют на улице Чапаева. Основным же местом действия станет площадь Свердлова перед первой палаткой. Специально к празднику памятник первостроителям был отремонтирован. Его торжественное открытие запланировано в программе празднования. Концертная программа стартует одновременно на трех площадках в 7 часов вечера. На основной сцене выступит с поздравлениями глава города Евгений Карпов. К торжественным речам присоединятся и приезжие гости. В числе которых будут и эстрадные звезды. Лада Дэнс, группа Рос Джигалас и Сиси Кейч. В сам вечер проведет известный городской шоумен Александр Яковлев. Празднование планируется проводить под усиленной охраной. Не будет бабушек, которые торгуют водкой, не будет крепких спиртных напитков, не будет стекла. При входе на площадь дополнительно со всех сторон будет организован досмотр людей, которые приходят. С тем, чтобы не проносили с собой бейсбольные биты, стеклянные бутылки и так далее. Также горожан ждут розыгрыши и подарки. А что будет основным призом организаторы оставляют в секрете. Завершится праздник в полночь традиционным салютом. Студенческий городок Магнитогорской государственной консерватории признал лучшим общежитием России. Сейчас здесь ведутся строительные работы. Уже в сентябре в городке появится еще один балетный класс. Чем он будет отличаться от других, материал Галины Гориной. Студенческий городок появился 11 лет назад. Бывшие профилактуре комбината отдали под общежитие. Творческие люди сразу взялись за дело. И буквально за двое суток, еще с Александром Николаевичем Якуповым, мы буквально перевернули с ног на голову здесь все. И завезли сразу за двое суток, чтобы возможно было сюда оборудование. И оформили документы, чтобы это стало нашим детищем. С тех пор это детище стало постоянным местом жительства иногородних. Студ в городке около 150 человек. Жители очень трепетно относятся к его благоустройству. Облагораживают территорию, занимаются ремонтом. Для некоторых это и неплохой дополнительный заработок. Да, отрабатывают в течение двух недель, 10 дней, как правило. Ну и следом у нас еще есть рабочая группа, которая постоянно работает. Оплачивает их работы областной бюджет. Сейчас все силы кинуты на строительство нового балетного класса. Студенческий городок это не только общежитие, но и учебная база хореографического факультета. Будет по стенам стоять зеркала для занятий, станки специальные для балета. И будет специально для балета настелен деревянный пол. В студенческом городке уже есть два балетных класса. Ни по площади, ни по содержанию они практически не будут отличаться от нового строящегося. Единственное изменится высота потолков. Если в старых она была 3,5 метра, то в новом будет 5 метров. Это не прихоть строителей. Большая высота потолков позволит студентам заниматься парами, отрабатывать сложные поддержки. Осваивать новый балетный класс учащиеся начнут уже в сентябре. Галина Горина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. В Верхнеуральске открыли новый памятник. Задуман он как главный символ города, заодно и планетарная граница между Европой и Азией. Как утверждают местные жители, монумент стоит на том самом месте, где раньше располагалась стена крепости Верхнеуральской. Памятник обошелся районному бюджету в 250 тысяч рублей. Все работы в короткий срок выполнили строители из Сибая. Сейчас школьники обустраивают окружающую территорию. Конечно же здесь будут скамеечки, конечно же здесь будет облагороженная территория, для того, чтобы здесь было приятно просто посидеть и отдохнуть. Можно было сфотографироваться на память. Второй матч на Кубке президента Башкирии сегодня провел Магнитогорский Металлург. 5-2. С таким счетом наша команда переиграла Челябинский трактор. Завтра Магнитке предстоит сразиться со столичным Спартаком. О других новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорское футбольное поле облюбовали игроки из Новотроицка. Здесь проводят предсезонные сборы команда Носта. Гости по достоинству оценили наш стадион и места проживания в Абзакова. Просто я считаю, что если условия позволяют, почему этим не пользуются. А в Магнитогорске эти условия есть. Понравились такие условия не просто какой-нибудь любительской команде, а клубу серьезному. Дело в том, что Новотроицк, в отличие от Магнитки, играет во второй лиге и метит в первую. Да и саму Носту возглавляет небезызвестный тренер Сергей Подпалой. Под его началом команда Гомель становилась чемпионом и обладателем Кубка Белоруссии. Поэтому приезд гостей из Новотроицка, по мнению руководства нашего клуба, это прежде всего престиж для города. Допустим, командам нашего региона проще приехать сюда, чем ехать в Минеральные воды или там в Кисловодск. Вот и приехала Носта, чтобы тщательно подготовиться. Футболисты демонстрировали то синхронное умение прыгать, то просто необычно вставали на ноги. В целом настроение у ребят было отличное. Помимо тренировок, Носта и Магнитогорск проведут 5 августа товарищеский матч, который, как отмечают специалисты, весьма полезен нашим игрокам. А для футболистов из Новотроицка это хорошая дополнительная нагрузка перед началом сезона. Приятно видеть такую гвардию мужскую ребячую. В администрации Ленинского района собралась поистине мужская гвардия. Сегодня чествовали победителей и участников турнира по футболу памяти Александра Гурова. В течение июля детские дворовые команды соревновались в двух возрастных группах. Никто не остался без призов и наград. Кубок за первое место среди взрослых ребят получила команда «Арсенал». У этих футболистов появились уже свои фанаты. И вот эти вот турниры, они способствуют, что из маленькой звездочки рождаются звезды большого футбола. Такой будущей звездочкой на этом турнире стал капитан «Стрелы». Ему вручили футбольную форму как самому юному участнику соревнований. Мы набирали команду в самый последний момент, когда уже все разъехались, а мы набрали все равно команду. И не только успели набрать команду, но и победили в своей младшей группе. По словам организатора соревнований, турнир должен стать традиционным. Евгений Иванников, Влад Гусев, Алексей Гондаренко, Вести Магнитогорск. Спортивного азарта и хорошего настроения. Электронный вариант новостей на нашем сайте www.mgtrk.ru. До встречи. В Першампенуазе ночью плюс 5, плюс 7, днем столбик терминтра поднимется до 18 градусов. В Кизельском районе ночью до 8 тепла, днем плюс 17-19. В Верхнеуральске ночью плюс 7, плюс 9, днем до 21 градуса со знаком «плюс». В Новообзакова ночью плюс 8-10, днем плюс 22. В Магнитогорске ожидается переменная облачность, местами дожди ночью до 9 градусов, теплоднем 18-20 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова